Доброе утро всем. У нас вот такой сейчас прикол. Я спускаюсь, он нет. И стоит. Вот так вот. Мамо! Вот сейчас спрашиваю. Видите? Я не знаю, что это за прикол у него такой. Но вот с недавнего времени он так делает. Ждет, пока я спущусь, потом он спускается. Трандец. Я несу мусор, пластик. Надо выбросить по пути. И на работку. Продолжаем все как и было, все как и есть. Ничего нового. Хотя есть новая, не новая точно. Я уже неделю отработала первую рабочую, так что. Ого-го-го. Видите, как у меня стульпички поют. А вы говорите, мой Чучи. Мой Чучи. Ой, ну вот так хорошо, 25 градусов уже. Чучи мой счет сейчас молчит. Работаю потихоньку. Помните, у меня клиентка в понедельник, что ли, она была? Или в среднем, не помню, когда. Пьяная клиентка, в общем. Ну, она, наверное, настолько была эта, что она забыла, что она в парикмахерскую сходила. И не заплатила. Вот сколько времени прошло, и ни слуху, ни духу. Как бы вы поступили в такой ситуации? Я вот, например, я отправила по WhatsApp, по SMS-ку, что типа, ты там это, про меня забыла, что ли? Вроде бы как. Вообще не приятно. Вот она всегда такая. Придет, 5 евро не додаст, 10 не додаст. Я тебе потом принесу. Хотя всегда с нее беру одну и ту же сумму. Не понимаю, в чем дело. И вот, наверное, такая она была в хорошем состоянии. Что вообще забыла, что она в парикмахерскую ходила, что там она милирование сделала. Ну, в зеркало посмотри. В общем, отправила ей SMS-ку, будем ждать результата. Представляете, еще и свои деньги нужно, как говорится, выколачивать. Ну, что такое? Оно никуда, никуда не годится такие дела. Ухи летают. Я отработала, вы знаете, мне так работать даже больше нравится, потому что знаешь, куда идешь и что будешь делать. По записи, я имею в виду. То есть ты уже на работу приходишь и не сидишь, ждешь клиентов. А знаешь, что у тебя будет тот, тот и тот. И все. Так что, на эту неделю нам придется так еще и работать. А я тут пришла на такую вот смотровую площадку. С Чарли прогуляться и поеду домой. Вон тут в 100 метрах от моей парикмахерской. Так что вот так, на море посмотреть. Хоть издалека, хоть издалека. Обещают типа похолодание. Ну, не знаю, обещали уже дня два назад, что будет 21 градус. Хотя тепло на улице, хорошо, не знаю. Здесь никого нет. Надеюсь, что никого нет. А есть там вот с ребятежком. Подписывайтесь. Несмотря на то, что мы выходим из карантина Кто-то выходит, кто-то не выходит Как мы так и сидим в нулевой фазе У нас сегодня на всю Испанию 604 зараженных и всего лишь 100 с лишним 160, по-моему Умерших это очень мало По сравнению 900 Со всеми делами Муж тут в магазин ходил Потому что купил Он у меня сожрал весь хлеб Здоровый Он их ест утром на тосты И на обед И зачем-то купил Помидоры вот такие в собственном соку Я сейчас буду Кстати, я когда ехала сюда Я же работаю в другом городе Я много раз говорила Соседним Вот Во въезде сюда в город наш стоит контроль полицейский То есть во въезде прям в город И останавливают абсолютно все машины Меня остановили Спросили, куда я направляюсь Куда держу путь Я, естественно, сказала, что я с работы Они мне сказали Какие-то бумажки Показать, что я действительно с работы еду Я залезла в это В аппликацион В банк В общем, залезла в телефоне Через интернет Достала им То, что я плачу в социальное страхование Вот О, кстати, сейчас Вчерашние хачапури Еще две Запихала в духовку Я их полу доделала, можно сказать И вот Опять в духовку положила Потому что мы Запеканку вообще не съели В том плане, что вообще Мы съели хачапури Не доели, естественно Вот И вот сейчас буду есть Запеканку Вот Остановили Я залезла в свой В банк Показала им Вот, что я плачу Социальное страхование Кстати, нормальный такой полицейский Он Он сказал Откуда, говорит, я знаю Ну, ты правильно Он говорит Откуда я знаю Откуда ты едешь Ну, вы едете Полицейский, да В Испании вообще все обращаются на ты Здесь, чтобы сказать там Куда вы едете Откуда Как вас зовут Очень редко Вот Ну, не по всей, наверное, Испании Потому что я подозреваю Что на севере Там больше Обращаются на вы У меня были пару клиентов С Каталунии И вот они, знаете Приезжают к нам В наш город Там отдыхать И они вот всегда говорят на вы А здесь в Андалусе Здесь все просто Здесь все на ты Чтобы тебе сказали на вы Мне даже Отрого Ненавижу, когда муж Вешает вот такие пакеты На ручки дверей Вот сюда Вот так Я вот это вот ненавижу Просто меня начинает трясти Потому что есть мусорное ведро Для чего есть мусорное ведро И вот знает, что меня бесит И бешит Ты что тут нюхаешь? И вот Но полицейские ко мне Обратились на вы И он так это Ну Говорит Откуда я знаю Что вы едете с работы? Я говорю Да я говорю Не против Сейчас подождите Минуточку Потому что я сейчас Все плачу стархета И То есть И Найти Этот вот Как это Оплату Нелегко было Я ему все показала Он Такой представился Сказал Как-то там зовут Ну у меня сразу Руки затряслись Ноги затряслись У меня же еще Чарли сзади Естественно Пристойм Ну ты все Я думаю А вдруг С ним нельзя А вдруг Он скажет Парикмахерская С собакой Это как? Я уже сижу У меня уже Жим-жим У меня уже все Я там Руки трясутся Я ему показываю Этот телефон И думаю Пускай может подумать Что у меня не руки трясутся А это машины Чарли еще гавкает Чарли вообще гавкает Когда к машине подходит Он начинает гавкать Кидаться Вот Я говорю Чарли замолчи Вот Ну ничего про собаку Ничего не сказал Вот Он по-моему Вообще даже Не обратил на него Внимания Ну Он наверное Он посмотрел Естественно Я же была В безобрачном В омбрачном состоянии Там в полуом В полуобморок В полуобмороке Что там? Вот Поэтому естественно Увидел наверное Что он у меня привязан Еще мусор этот Целый пакет Я его так и не выбросила Он у меня Пластик так в машине И катается В общем да Трындец Ой Ну потом заехала В магазин Для собак Потому что Мы сейчас по полям ходим Он такой грязный Пыльный есть И купила вот такой Ему шампунь Шампунь купила Знаете От этих Хоть у него и ошейник есть Вот Но иногда Вот я перед домом Всегда их сматриваю На шерсти Виснет какой-нибудь Этот Клещ И вот решила Все таки Купить шампунь Вот такой От всяких Насекомых Вкусно пахнет В собачьем магазине Там естественно Народу никого Быстренько зашла И купила Ну ему шампуни Хватает надолго Потому что Я его редко Купаю На меня грязнули Ладно Пока хачапури Разогревается Запеканочку Разогреваю И буду кушать Я опять на кухне Готовлю флан Мужу Видите У меня как раз Пять штук Вот этих вот Выходит Варю в пароварке А вот Чай себе заварила А то я знаете Тут на днях Что у меня там На голове Красивая я Или как Наверное красивая Как всегда Чего Купила себе йогурт Вот я вам показывала Вот такие вот Аданон Очень вкусные Обалденные И другие С карамелью Купила Попробовать И что же вы думаете Мужу такие йогурты Никогда не нравятся Он никогда не ел А тот взял И слопал А я всего два Их купила Я говорю Ты что Ты такие никогда не ел Тебе не нравятся А у меня на десерт Ничего нету Говорит Вкусный был Я говорю Конечно Блин Он же мой Чего же он Невкусный А он мне Говорит На десерт Ничего не готовишь Вот я и съел Твой йогурт Так что Вот пришлось Мне приходится Сделать План А я знаете Что говорю У меня тут Она сломалась Время где стоять Приходится Ножом Давай ты Просто нож Слишком маленький И он у меня Никак не Шпагой Не получается Сейчас покажу Чего я делала Там вот этот Вот датчик Передатчик Нужно вот так Вот сделать Им Чтобы он Повернулся А что Не работает А работает И вот Сожрал Мой Я говорю Встал И сделал Сам В чем проблема Не пойму Тут его делать Плевое дело Кстати Рецепт Есть на канале Если вдруг Кто не знает А с другой стороны Лучше Пусть я не делает Потому что Я знаю Как делает Все продукты Мне перепортит Так вот Хожу Все думаю Что мы В фазу Эту не перешли На первый этап И вчера С подругой Разговаривала И хорошо Знаете Что не перешли Потому что Сейчас на этой неделе Ну мне кажется На следующей неделе Нам разрешат Перейти на первую фазу Это когда Бары Откроются Рестораны На 50% В общем Вернемся к жизни Но не полной жизни Я скажем так Наполовину И вот знаете На этой неделе Посмотрим Как другие Регионы Будут входить В нормальную жизнь Вот И Уже зная Как что И мы войдем А я вот Я в принципе Особо-то и не переживаю Из-за того Что Ну что нам Мы не Мы Этап Нулевом этапе Потому что Магазины Откроются Я бы Магазины Все равно Не пошла Знаете Ну вот это вот Шмоточные Тряпочные Я бы в них Не пошла Магазины Ну потому что Нафиг надо Ну Да и ничего И не надо А просто Шардарахаться Как бы Зачем Лучше дома Пересидеть Перебздеть Вот если Пляжи Открылись Я бы Может быть На пляж И поехала Но опять Я в мае На пляж Не езжу Я даже В июне На пляж Не езжу Потому что Для меня Еще холодно Мне должно Быть 35 40 Вот это Вот для меня Жара Вот это Вот для меня Испания А 25 градусов Даже 28 Для меня Это не жара Для меня Это тепло Уютная Атмосфера Так что Ну не знаю Конечно Знаете Ресторанных Вот этих Рестораторов Жалко их Что они Не могут Открыться Потому что Люди Все равно Попрутся Попрутся В бары Попрутся В рестораны Людей Не удержишь Вот их Жалко Да Что они Не могут Работать И зарабатывать Вот Ну ничего Все наладится Все будет Хорошо Я в этом Уверена А как Может быть Иначе Никак Я не могу Иначе Все Вот так Ставлю Накрываю И засекаю Время Ну что-то там Застряло Засекаем Время 40 минут Так Угу А я Тем временем Чай Побью Время Без 5-8 И полиция Вон там В общем Гоняет С 7-8 По-моему Это время Для Пожилых В общем В котором Больше 65 лет Им вот По-моему С 7-8 Можно гулять На улице И вот Полиция Сейчас Говорит Типа Идите По домам Что Типа Вам на улице Уже Нельзя У нас У нас гуляют Старики Вместе С детьми Как-то Странно Все это Все очень Странно С собаками Гуляю Не хочу Потом Спортсмены Потом Все вместе В общем Хрен поймешь Вообще Не знаю Может у нас Город Такой Что Полиция Что все Так серьезно Полиция Гоняет И все Такое То есть У нас Нельзя Вот так Просто Взял Вышел Там Погулял В 4 часа Вечера Обязательно Наткнешься На полицейского Который тебе Скажет Что Нельзя Ходить Просто так Как вот Я например Сегодня с работы Ехал Меня остановили Но они Даже не только Меня Они все Машины Останавливают Абсолютно Поэтому Как-то Я не знаю На других Просто посмотришь Ходят И говорят Вроде как И ничего У нас же Шафле шла Вправо 600 евро Блин Штраф Может быть Город Такой Что Наша Мэрша Такая Она к этому Так подошла Серьезно Что Штрафует Всех Еще что В общем Да Не балуй Мы уже В наше Время Когда Можно Гулять Вышли Ой Красиво Там у нас Церковь В церкви У нас не будет Никак Вот так На этой неделе Нет церкви Они конечно Все Разочарованы Вот два месяца Без Похода В церковь А куда Не продлили Не продлили Вот В первую Фазу Идут Идут политические Какие-то Разборки И так И так Каждый день И такая Дребедень Целый День У нас Ветер Я взяла С собой Такую Олимпийку Потому что У моря Будет Прохладно Так Скажем Мне кажется Там Хирашид Шторм Сильнейший Такой Ну в общем Сейчас пойдем И все Своими глазами Увидим Вон там Поехал спортсмен На самокате Конечно Спорт Это великое дело Особенно На самокате Электрическом Ну он Повернулся Вы знаете В общем Ездят тут На На скейтборде Тоже Такой вид спорта Там Хоть одной ногой Как говорится За это Махаешь Да Ну а вот На электрическом Самокате Где-то вообще Как трындец Капец Смешно Но он уехал Потому что он тоже Наверное скажет Это никакой не вид спорта А еще я знаете Что иду Вот У нас там Впереди Полицейская машина Блин Ветер Не знаю Слышно Не слышно Полицейская машина И они так Меня застращали Пользуйтесь Словом Деревенским Моя бабушка Часто употребляла Так вот Так нас застращали За эти Полтора месяца Или почти два Что я иду сейчас И все пункты Перечисляю Так Иду одна Сейчас маску надену Но это необязательно У нас В общем Вроде бы Никакие правила Не нарушаю Но все равно Знаете Где-то Это Зюзю Такая Вот у меня Боязнь Чего-то Ой Блин Вообще Идешь и боишься Нафиг Так что Вот так вот Вот там вот Видите Стоит Прям на входе В пляж На пляж Стоит 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 Сейчас пойдет В душ Во-первых Вся мокрая Помой себе Черники Залубики Вот И И все И прощаюсь С вами до завтра Завтра у нас Барбекю Если погодные условия Разрешат Я уже все достала Там Сарделька В общем все завтра Увидите Что у нас в меню Всего вам самого лучшего Смотрите Все теку И всем Пока-пока До завтра